Дом, милый дом. Наконец-то я приехала из Москвы. За две недели перчули, прям-таки взбодрились. Это шу радужный, как я назвала Серёжа, который нам прислал сложный крест шу. Не буду его весь перечислять. Это уже семена как бы третьего поколения, второго поколения, наверное, или третьего. После того, как они уже приехали из Индонезии, да, Серёжа, индонезийские это? Или американские, вот это я не помню откуда. Ну, в общем, от Серёжи. В прошлом году уже были, да, это уже третий раз мы сеем семена Серёжины, потом раз я их и второй раз уже. Вот это красота. Как мне нравится этот варигатный перчик. Очень мне он нравится. Ну, он такой достаточно высокий, сантиметров сорок пять. Красотень. Это День дураков. Это, кстати, семена от Андрея. У Андрея, наверное, наши были, не знаю, может быть, нет. Но вот уже закрепились. Потому что давали много расщеплений у меня они. А это уже прям вот закреплённые. Прямо красота. Вот он один растёт и правильный уже. Первый апрельский День дураков. Обожаю этот перчик. Это Андрей из Москвы нам прислал семена. И это именно его семена. Это, похоже, Пеппа Пурплый Танжерин. Пурпурный, мандариновый. Вот он такой маленький, аккуратненький, красивенький. Он никогда не разочаровывает. И, кстати, для борщика на зубок просто идеальный. Как огонёк наш по остроте. Это, по-моему, вообще что-то получилось невероятное. Да, я его даже не подписала. По-моему, это из цинкодемая вырос. Который должен быть бело-оранжевый, красный. Вырос сиреневый. Ну, может быть, семечка такая заплуталась. Или выросла та, которая раньше не взошла. Возможно, тоже что-нибудь из серёжиных. Я сначала думала, похож на сангрию. Но сангрия, она пучками растёт, насколько я помню. Может быть, маскарад вырос. В общем, это неизвестный перчик у меня. Это вот тот самый красивый был у нас. С самого первого листочка. Варегатный. Прямо яркий-яркий-яркий. Вырос из паркера. Ну, тоже, очевидно, семечка была не взошедшая. Потом взошла, а паркер не взошёл. Вот такая красота. Вот это цинкодемая. Ну, в общем, у меня цинкодемая в этом году не получается никак. Тоже не те пучки, какие должны быть. И он в этом году у меня цинкодемая, какой только не вырос, только неправильный. Правильный не вырос. Вот этот перчик. Полосатое чудо, что когда-то мы получали его перчиком. Они были полосатые. Очень красивый перчик. У меня никак он не получался. Каждый год я его то забывала посеять, то что-то не вырастало. Ливни его там прибивали и не давали ему вырастить. Наконец-то он у меня растёт. Но он почему-то не полосатый. По крайней мере, пока он просто фиолетовый. И вообще больше похож он на... По раздвоению носика. На пурпурный тигр. Но эти семена прям собирала с перчика полосатое чудо. Это под условным названием. Мне приносили его перчиком. Ну, в общем, Серёж, если это не полосатое чудо, то полосатое чудо с тебя будет. Так я этот перчик разослала по стране нескольким человеком. У всех он получился очень красивый. Он этот тоже очень красивый. Но может быть он так и должен гости. Пока, пока, пока по перчикам не вижу. Потому что я получала именно полосатые перчики. Пурпурно-полосатые были. Но красавец, конечно, необыкновенный. Просто чудо из чудес. Вот как я его назвала. Полосатое чудо. Пока полос нету на перчиках. Но чудо раз чудесное по листочкам. Такого варикатного просто редко можно увидеть. Очень красивый. Очень красивый. Ох, коты раскричались соседские. Вот такой вот. Вот такой вот. Цветочки. Все просто обалденное. Яркие, красивые. Посмотрим. Ну, тигр, он вниз смотрит. Этот смотрит куда угодно. В основном вверх. А как у тигра вот эти раздвоенные носики. Один более такой, больше белого. Другой более темный. Два их вместе, кустика. Очень. Как бы он ни назывался, как бы он рос по сорту, не по сорту. Но мне очень нравится. Джалокия пурпурный. Из пурпурного уже стал краснеть, причем массово. Мой красотон. Ну, очень много гороха. Тут, конечно, при таком небольшом кусте такая огромная масса перцев. Ему тяжело вынести, тяжело завязать все. Я сейчас макушечку посмотрю. Но пока там больше, больше пока волны нет завязывающейся. Конечно, ему надо выносить вот это все великолепие. Халапине Джалафуега. Как всегда, изумительно прекрасен. И его тут много. Я его перед отъездом посадила в горшочек 4 литра. Ну, красавец. Халапине Вест Индиан от жгучего жгуча. Первый раз выращиваем. У них, конечно, в огромных горшках у ребят растут. У меня 4 литра. Всего 4 литра. Мы всегда минимизацию делаем. Испытаем его в меньших объемах. Но достаточно хорош. Коричневый бровд бразилиан. Давно не выращивала. Изумительный перчик. Завязался, пока меня не было. Это Сережина. Красота. Баблгам. Оранж. Крест. Джойс. Пинк, по-моему. Но вы посмотрите, какая красота. Тоже первый раз выращиваем. Ой, ну это изумительно. Я их еще не снимаю. У меня тут высоко стоят на высоком постаменте. Тут вообще что-то. Что-то растет. Пока не знаю, что. Так. Тут подписан. Пума. А, пимента пума. Она уже спеет. Я уезжала. Он весь зеленый. Ее, как всегда, море. Это то, что вместо оранжевого у нас выросло красное. От Сережина. Но пименту я обожаю. За ее аромат. И за небезумную остроту. Пименты, они все вдвое слабее по остроте, чем хабанера. А острота хабанера. Вот за это я ее люблю. За то, что ее можно есть. По крайней мере, для меня. Вон он, красавец. Вон он, красавец. Вон он, красавец. Вон он, красавец. Пименточка. И очень урожайный. Ну, Маруха Блэк Джек. Тоже от Сережи, Семена. Вот это слова замечательные. Четырехлитровый горшочек. Как же я люблю вот эти вот темные перцы. Мой Джалокия, любимый пурпурный, уже ревнует в якне. Красота. Ну, все. Шашлыки зовут. Не буду больше показывать. Но вот тут вот в полной темноте бедные перцы стоят. Ничего не позавязались. Просто, просто ноль. Ну, здесь вот виноград, яблоня, вторая яблоня. Они тут в полной темноте. Перцам полная темнота тоже не нужна. Тут вот полная темнота, но костер в ночи. Костер в ночи не подводит. Он их при полной темноте радует. Это от Тамары Тихоновой. Семена. Много лет их не сеяла. Наконец-то я решила его посеять. Он вообще огромный растет. Но в четырехлитровом горшочке он пока не очень большой. Но развивается очень хорошо. А в грунте он растет сантиметров шестьдесят. И вот эти вот кластером огромные перцы фиолетовые, пурпурные. Просто сказка и песня. Халапиньо пурпурный. Халапиньо пурпурный. Невысокий. Кстати, опять варегатность проявляет. Каждый год разделяю семена от просто зеленых листочков. И каждый раз что-нибудь пурпурное. Это что-нибудь варегатное он выдает из просто зеленого. И опять становится варегатным. Ну, значит, этот уйдет в разгляд варегатных. Но те, которые уже закрепили варегатность, те еще более яркие, красивые. Если я сейчас увижу, покажу. Ну, уже шашлыки. Шашлыки зовут. Дети встречают нас с поездки с шашлыками. Ой, тут тоже что-то невероятно красивое. Такие сиреневые, присиреневые цветы. Мауи пурпы. Мауи, Мауи. Ну, Мауи всегда, как всегда, он красавец, конечно. Только начинается завязываться. Очень люблю этот перчик. Это из США. Ларочкина подружка нам передавала когда-то семена. И мы очень рады этому перчику. Любовь, любовь с первого взгляда. У него такие вот, как кружевные листочки, как будто бы вот окоемочка такая у них волнистая. Ребят, ну все, уже некогда снимать. Тут вот, вот, понимаете, уезжала. Это все было вдвое ниже за две недели. Просто, вот, просто огромные все перцы понаросли. И в рост, и вширь. Вот, 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 я как увидела его. Поросенок висит. Я сейчас не знаю, смогу ли увидеть. Шестой номер. Это от жгучего жгуча. Еще не могу прочитать название. Потом посмотрю, кто это такой. Что это за парни? В четырехлитровом горшке сидят. Еще не могу прочитать. Продолжение следует... Редактор субтитров. Продолжение следует.